Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Бывают ситуации, когда нужно что-то очень быстро испечь к чаю, и тогда на помощь могут прийти рецепты, подобные моему сегодняшнему. Готовится он действительно молниеносно. Буквально за каких-то 25-30 минут самый настоящий, полноценный торт будет у вас на столе. Вкусный, мягкий, нежный, сочный, он ничем не отличается от торта, с которым вы бы провозились несколько часов. Список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Все продукты желательно брать комнатной температуры. К яйцам добавляю молоко, рафинированное растительное масло, сахар, его берите по вкусу, соль и ванильный сахар, муку, крахмал, я беру картофельный, но подойдет и кукурузный, и порошок какао, а также разрыхлитель. Все тщательно размешаю венчиком до исчезновения комочков. Тесто получается таким, достаточно жидким. Беру форму, подходящую для микроволновки. У меня это стеклянная кастрюлька, диаметр дна 16 сантиметров, диаметр верхней части 20 сантиметров. Смазываю ее маслом и выливаю тесто. Отправляю в микроволновку на 7 минут при мощности 700 ватт. Вы ориентируйтесь на свою технику и форму, проверяя на готовность деревянной шпажкой. Дам пару минут остыть, пройдусь по краю ножом и переверну на решетку. То, что у меня остается на дне формы, при помощи вилки я возвращаю на место. Далее сделаю крем. Я обычно смешиваю сметану и йогурт или творожок. В данном случае у меня творожок с лимонным вкусом. Можно взять что-то одно. Затем добавляю сюда сахарную пудру по вкусу. И просто размешаю ложкой. После этого разрезаю корж. Я обычно делю на три части, но можно на две. Все зависит от того, какой он у вас высоты получился. Сначала для удобства просто делаю неглубокий надрез по кругу, а потом уже срезаю. Посмотрите, насколько пористыми и мягкими получаются коржи. Они даже не требуют никакой дополнительной пропитки, хотя при желании можно их пропитать сиропом или соком. Остается лишь собрать тортик. Выкладываю на нижний слой немного крема, распределяю, накрываю вторым коржом и опять кладу крем. Отмечу, что при сборке у меня коржи остаются даже слегка теплыми и это ничего страшного. За счет этого они даже лучше и быстрее впитают крем. При желании вы также можете покрыть кремом и бока тортика, но я обычно этого не делаю. Распределяю остатки крема по верхнему коржу, делая небольшие подтеки. Для украшения я использую сухой завтрак в виде колечек, просто крошу сверху. Можно взять дробленные орехи, молотое печенье, какие-нибудь ягоды или фрукты, а также еще потру буквально одну дольку шоколада. При помощи двух лопаток перенесу торт на блюдо. Безусловно, вы можете собрать его сразу на тарелке, если вам так удобно. Ну вот, тортик готов. Мне реально потребовалось 25 минут. Если у вас есть время дать тортику немного пропитаться, хорошо, только в холодильник его убирать не нужно. А если нет, не проблема, можно подавать сразу. Посмотрите, он и так достаточно нежный и мягкий и без пропитки. Никто никогда не догадается, что вы потратили на него считанные минуты. Он такой сочный и буквально тает во рту. Главное, не пересушите корж в микроволновке. И еще отмечу, хоть я люблю точность в рецептах и всегда взвешиваю все на весах, в данном случае, помимо количества продуктов в граммах, даю расход в ложках, что делает процесс приготовления еще быстрее. Но учитывайте, количество сыпучих продуктов имеется в виду ложка с небольшой горочкой. Итак, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале также и рецепты других десертов, которые вы можете приготовить без духовки. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok